Этот подкаст давно должен был появиться, потому что всем известно, что члены жюри премии «Ясная Поляна» — это писатели с большим стажем, с большим опытом. В жюри нет ни одной женщины, и мне кажется, что их взгляд на литературу, в общем-то, определен вот этими превходящими обстоятельствами. Давно пора было вмешаться и поспорить с ними о том, какие книги действительно достойны войти в короткий список премий. Это мы с Машей и сделали. Каким бы ни было компетентным наше уважаемое жюри, все равно выбрать какую-нибудь одну книгу и говорить, что она самая лучшая, не совсем верно. Литература любит множество мнений, и мы как раз даем голос тем книгам, которые в том числе не прошли в шорт-лист, и говорим о них. И мы не то чтобы ставим себя выше членов жюри, это за нас сделал Лев Николаевич Толстой, потому что название нашего подкаста — это, в общем-то, реплика, оммаж Льву Николаевичу Толстого, так назывался один из его рассказов. У нас очень большая команда, мы хотели бы поблагодарить нашу продюсерку Женю Власенко, Валю Горшкову, которая отвечает за запуск проекта, Сергея Христалюбова, без которого бы не было ни монтажа, ни нормального звука. Мы писали бы на айфон-стакане. У нас отличная обложка, которую нарисовали специально для нас, и я советую ее рассмотреть. Да, это сделала Алла Белоусова, вроде как там девушка и старик, но, возможно, это я и Наташа, я слева. И большое спасибо, конечно же, Саше Чиликовой, без джингла которой не было бы у нас таких перебивок. Ну и, конечно, нельзя не поблагодарить членов жюри, без выбора которых нам вообще было нечего обсуждать, и куратора Ясной Поляны Насте Толстую, которая поддержала эту идею и, в общем, сделала это столкновение возможным. Субтитры создавал DimaTorzok